Библейский портал экзегет.ру представляет 32 глава чисел перевод российского библейского общества читают для библейского портала экзегет В предыдущей главе, ближе к ее концу, обсуждается распределение добычи Захвачены земли Мадиама, и что с этим делать? Вот уже первые территориальные приобретения И, может быть, нужно заранее постараться захватить себе самый удобный кусочек Кто его знает, что там будет за Иорданом, когда они вступят в собственную территорию Ханаана Может быть, уже там не так все хорошо пойдет А тут вот территория захвачена, она ждет своих хозяев У потомков Рувима и потомков Гада было очень много скота Увидев, что область Язера и область Галаада — это хорошие пастбища для скота Как раз то, что они отбили в предыдущей главе у Мазинитян Потомки Гада и потомки Рувима, двух племен, пришли к Моисею, священнику Ильазару и вождям общины и сказали Земля, которую Господь покорил для общины Израиля — это хорошие пастбища для скота А мы, рабы твои, пасем скот Они сказали, окажем, милость, пусть эта земля будет отдана нам, рабам твоим Не веди нас за Иордан Не хотим воевать Вот моя деревня, вот мой дом родной Ну, бывшая не моя, но будет моей И вот здесь прямо и останемся Но Моисей сказал потомкам Гада и потомкам Рувима Неужели ваши братья пойдут воевать, а вы останетесь здесь? Зачем вы хотите смутить сынов Израилю, чтобы они не шли в страну, которую Господь отдает им? Так, поступили ваши отцы, когда я послал их из Кадеш-Барне осмотреть эту страну Да, то есть там были разведчики, которые отказались, ну, и уговаривали других израильтян не ходить в обетованную землю, не завоевывать ее Они дошли до долины школы, осмотрели страну, а потом стали смущать сынов Израилю, чтобы они не шли в страну, которую Господь отдает Тогда разгорелся гнев Господа, и он поклялся Никто из тех, кто вышел из Египта, из тех, кто старше двадцати, из тех, что изменили мне, не увидит землю, которую я поклялся отдать Аврааму, Исааку и Акову Никто, кроме Калевы, сына Ифона и Акинезея, Иисуса Новина, даже он не израильтянин, которые остались верны Господу И разгорелся гнев Господа на сынов Израилю, и он заставил их сорок лет блуждать по пустыне, пока не умерло все поколение тех, кто совершил дело ненавистное Господу А вы теперь делаете то же, что и ваши отцы, и вы по рождению грешников хотите опять навлечь на Израиль гнев Господа Если вы отвернетесь от Господа, он снова оставит сынов Израилю в пустыне, вы погубите весь народ То есть идея понятна, да, они не хотят идти воевать, война, это риск, неизвестно, как обернется, а вот земля, которую они хотят уже занять Тогда, представ пред Моисеем, они сказали, мы построим здесь загоны для наших стад и города для наших детей А сами пойдем в боевом строю в первых рядах сынов Израилевых и приведем их на их землю Дети наши останутся в укрепленных городах, где они будут защищены от местных жителей А мы не вернемся домой, пока каждый из сынов Израилевых не получит свой надел Мы не станем брать себе наделы вместе с ними по ту сторону Иордана, ибо наши наделы здесь, к востоку Иордана Вот они проявляют солидарность, да, то есть лично они получили уже все Они могут свои стада, своих детей, свое имущество разместить в завоеванной земле Но сами пойдут завоевывать дальше вместе с братьями Моисеем ответил, если вы сделаете так, как сказали, если пойдете пред Господом на битву Если все ваши воины пойдут за Иордан пред Господом и будут сражаться, пока он не отберет землю своих врагов Пока страна не покорится Господу, тогда вы, вернувшись, будете неповинны пред Господом и пред Израилем Тогда земля это будет в глазах Господа вашим владением А если вы не сделаете так, то согрешите против Господа и, знаете, ваш грех вас настигнет Так что построите города для детей ваших и законы для ваших стад и исполняйте обещанное Смотрите, у Моисея нету способов принуждения Вот современное государство — это аппарат принуждения и насилия Если мы не заплатим налоги, нас оштрафуют Если мы что-то еще сделаем, нас посадят в тюрьму У Моисея нету способа штрафовать, нет способа сажать в тюрьму Периодически там от Господа находят мор, загорается огонь, что-то такое Но у Моисея нет ничего, кроме слова И он связывает этих людей словом И надо сказать, что работает, вот насколько он авторитетен Потомки Гады и потомки Рувима сказали Моисею Мы, рабы твои, сделаем, как велит Господин наш Наши дети и жены и наши стада, весь скот наш останутся тут, в городах Глада А мы, рабы твои, все наши воины, пойдем пред Господом на битву Как повелел Господин наш, вот это и будет Моисея дал священнику Иллиазару, Иисусу Новину Главам родов племен Израилевых, такие распоряжения Если потомки Гады и потомки Рувима пойдут с вами за Иордан Если все их воины пойдут пред Господом на битву То тогда эта страна будет вами покорена Дайте им во владение Галаад Но если они не пойдут вместе с вами в первых рядах То пусть их наделы будут наряду с вашими в Ханаане Вот, и, соответственно, условия поставлены Они взяли на себя некоторые обязательства Если они их выполнят, то будет так, как они хотят Но только если они выполнят Потомки Гады и потомки Рувима сказали Как повелел Господь нам, рабам твоим, так мы и сделаем Мы в первых рядах пред Господом пойдем в Ханаан А на дело наше пусть будут за Иорданом Вот долго и сложно они договариваются И это специально оговаривается, потому что показывает Как это устроено, да, как работает солидарность в обществе Допустим, невозможно все поделить поровну Кому-то раньше, кому-то позже Но, тем не менее, важно помнить, что они представляют единый народ И вот каждая часть этого народа заботится не только о своем наделе Тогда все распадается, тогда ничего не получается Но благе народа в целом Тогда Моисея дал потомкам Гады и потомкам Рувима А также половине племени Моносии, сына Иосифа Царства Сихона, царя Амарийского Царство Ого, царя Башанского Они уже завоеваны Земли и города с их окрестностями Потомки Гады отстроили Дивон, Аторот, Роэр Атрот, Шофан, Язер, Йогбеху Бет-Нимру и Бет-Харан Укрепленные города, загоны для стад Потомки Рувима отстроили Хешбоны, Ля-Лекири, Ятайм, Нево, Баалмён Этим городам были даны другие имена А также Севму Этим отстроенным городам они давали новые имена Ну вот, заселяют территорию Потомки Махира, сына Моносии Пришли в Галаад и захватили его Стали жить на месте обитавших там прежде Амариев Моисей отдал Галаад потомкам Махира, сына Моносии Те поселились в Галааде Часть племени Моносии Вот еще и третье племя, но не целиком Яир, сын Моносии, захватил деревни Гамовы И назвал их Яировыми деревнями Новых завоевал Кенат с окрестными селениями Назвал этот город своим именем Новых Ну, соответственно, они дают новые имена Потому что некоторые из них Из этих имен явно языческие Баалмён, например, да Баал — это языческое божество Ну и просто вот Ну, как город Кенигсберг Переименовали в Калининград Когда он был от Восточной Пруссии Передан в состав СССР Вот так и здесь новые имена Дают какое-то новое начало Новое будущее этой территории Что ж, путь подходит к концу Надо бы подвести его итоги Для этого будет 33-я глава Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова